Друзья, ну вот мы причалили к городку, возможно, он большой город, как вижу, Ольбия. Чудесно, чудесно. Стоим мы, соответственно, на воде. Грузят, выгружают с этой стороны. Здесь детский бассейн, потому что детки здесь есть. Сейчас утро, 10 часов утра. Мы позавтракали в ресторане самообслуживания, потому что наш ресторан до 10 открыт. Но это нормально, мы об этом знали, поэтому валялись до последнего. И пойдёмте на ту сторону посмотрим, как же там выглядит местность. Кстати, в любое время года нужно быть осторожным. У кого слабый иммунитет, я всё про Марко говорю. То есть он такой доверяет докторам, медикам и таблеткам. Красота какая, друзья. У нас у приятелей, здесь сейчас ветрено, у приятелей здесь домик. Они его купили два года назад. Марко для них делал какую-то мебель, ну такой полуфабрикат. А уже они отвозили, собирали это всё. Вот детская площадка, друзья, для малышей. Вот так вот я собралась. Только я сейчас в босоножках, а одену кроссовки. Потому что босоножки это хорошо, когда вы идёте по ровному асфальту, а там, наверное, будет всё-таки каменисто. Выложено камнем, где-то что-то отвалилось. И лучше, конечно, в кроссовках прогуливаться. Как я и в предыдущих роликах говорила, самая лучшая обувь – это кроссовки. Даже пускай они будут недорогие, и всё равно это будет удобно. Дяденька снимает, а я тут ему мешаю. Ага, быстрей, быстрей. Вот так вот мы шли, 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 шли и пришли. Марка собирается, потому что ему вчера прописали антибиотики. У него такой был кашель вечером. Вчера он никуда не ходил. Я ему принесла всё покушать в номер. И чаю, чаю, чаю я ему, наверное, три раза приносила чай с бергамотом. Вот, кстати, я тогда не помнила, как называются вот эти фрукты, которые не лимон, не апельсин, не мандарин, не грейпфрут, а именно бергамот. Это того же семейства цитрусовых. На вкус он напоминает мандарин, наверное, с лимоном. Вот так сочетание. А на запах он вообще ни на кого не похож. Цветочный такой запах. И много лимона я ему прям ложила. Там прям горочки такие лимонные в чашках стоят. И вы себе берёте чай. И, в общем-то, ложите сахар. Опять ложите. Ну, кто кладёт, тот пускай кладёт, а я ложу. И так далее, и тому подобное. Вот я говорила, две джакузи-ква. Здесь один бассейн. Подо мной сцена. Здесь лежаки. Вечером каждый раз убирают. Потому что здесь танцы. Галадранцы. С этой стороны подо мной бар. Две джакузи. Одно вы видели для малышей. И один бассейн. И здесь вокруг бара столики. С креслами. Это небольшой лайнер на 3000 человек. Плюс 900 персонала. Ну, в общем, жизнь удалась. Я вас приглашаю в нашу команду. Компанию Инкрузис. И будет очень замечательно путешествовать вместе. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Звоните. Нет, не звоните. Пишите в личку. Я вам отвечу на все ваши вопросы. Для того, чтобы путешествовать бесплатно, нужно пригласить 4 человека. И тогда вы ничего не будете проплачивать именно. А смотрите. Ежемесячная оплата. Вот что я делаю, да? На данный момент. У меня всего 2 приглашенных. 100 франков. 100 франков я проплачиваю. А вот когда у меня будет 4 приглашенных, уже я 100 франков в месяц не буду проплачивать. И Марка такой говорит, может быть, просто купим и поедем. Я говорю, ну да, вот остатки последние за 3 копейки можно купить. Например, каюту внутреннюю. Как он у меня любит экономить. Вот я говорила в амбар. Вот под этой, как сказать, жалюзи, наверное. И вот такие столики. В общем-то, друзья, путешествовать можно и недорого. И даже вообще бесплатно. И даже вообще зарабатывая на этом денег. Когда у вас будет большая структура, вы будете зарабатывать денег. И даже, возможно, большие деньги. Вот кто-то расстраивается по поводу себя. Что он не знает, где и как заработать. В этой компании можно заработать денег. Я вам донесла информацию. Никого не уговариваю. Сами понимаете. Кто-то... Кому-то нравится дача. Кому-то нравится и путешествовать. А когда жить, друзья? А когда жить, вопрос? Ответьте мне, пожалуйста, под видео. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok